Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сто лет я здесь не появлялась, но сегодня я наконец-таки решила, что мне надо, если честно, вообще это был большой пакет, который я растормошила, вытащила все, что там было. И это декоративная косметика, которая у меня закончилась за год. Ну, по сути, за прошлый год. Что-то здесь и с Project Pen, но я уже все вместе. Вы знаете, что сейчас особо я не снимаю, не веду. Но, тем не менее, моя любовь к собиранию вот этих всех баночек, она осталась. Поэтому мне хочется отснять и рассказать вам о тех или иных средствах, которые у меня закончились. Что мне понравилось, что не понравилось, что у меня уже на повторе. Я разложила все, ну, относительно так по порядку. Тональные основы, у меня здесь пудры, консилеры, туши, что-то, средства для губ, карандаши. В общем, давайте с вами приступим. И вот так вот, наверное, я и начну. Первое, что у меня закончилось, это вот такой вот, сейчас я попробую чуть-чуть, наверное, чтобы лучше было видно, понижу резкость и свет. Это вот такой вот крем от Фаберлик. Кстати, Фаберлик я сейчас до сих пор сама заказываю. Хоть я уже сейчас, в принципе, ни с кем не сотрудничаю, ни по бартеру, никаким образом. Но Фаберлик я люблю все так же нежной любовью и делаю периодически сама какие-то заказы. Это вот такой вот крем из серии iSeul, чок-чок, сиси крем. Здесь был SPF 15. Что касается самой этой тональной основы, то могу сказать, что, в принципе, она мне понравилась. Ну, во-первых, мне нравилась сама упаковочка. И что касается тональной основы, единственное, вот, наверное, даже это видно сейчас на... Надеюсь, что это видно на камере. Видите, он темный, он прям вот окислялся сильно, и мне он подходил неплохо летом. Но довольно-таки хорошее покрытие, я бы сказала, от средней покрываемости к такой более плотной, если наслоить, и увлажняющий финиш. В принципе, неплохой. Я им пользовалась, смешивала иногда с более какими-то светлыми тональными основами. Ну, если вот мне нужно было добиться эффекта, то есть убрать именно вот эту непосредственно такую... Ну, вот он не желтушность давал, а именно более темный оттенок, чем мне нужен. Хотя, насколько я помню, он в одном лишь цвете и шел. И здесь стандартно 30 мл было. Следующее, что у меня закончилось, это то, что вообще было моей любовью многие-многие годы. Это от Миша, BB крем Perfect Cowor в 21-м оттенке. Но это было такая, было лимитированное издание. И вот такой вот классный Мишка. И у меня очень много раз на повторе был этот крем. Первый раз я его, наверное, попробовала еще лет, ну, 9 назад, это точно. И он классный. В нем реально высокий SPF, если я не ошибаюсь, то здесь SPF, по-моему, даже 50. А, SPF 42. И он действительно хорошо защищал от ультрафиолета. Но я в любом случае не выхожу из дома без, уже много лет без крема с SPF. То есть, не тонального, а именно отдельно. Очень хорошее покрытие. Очень мне нравился финиш. Он и, то есть, не было такого какого-то жирного блеска на лице. И не матовое, а вот что-то среднее. И какие-то прыщики, покраснения. Те же пигментные пятна он неплохо покрывал. Я в любом случае все свои кремы, всегда, вот любую основу, я сверху покрываю пудрой. Закрываю, скажем так. Я уже разучилась немножко говорить о косметике. Вы меня простите. Но в любом случае хочется поделиться своими впечатлениями. Я бы с удовольствием его тоже повторила бы. Но чуть позже я вам расскажу о тональной основе, которая тоже в моей жизни появилась повторно. Но я влюбилась. И сейчас, вы знаете, я часто покупаю что-то вот снова. То есть, не ради того, чтобы, как раньше, да, рассказать на ютюбе, попробовать новинки. А то, что мне на самом деле вот очень-очень, допустим, зашло. И сейчас мне подходит и радует меня. Следующее, это от Dr. Jart. Это вот такой вот бьюти-бальм, биби-крем. И это вообще антивозрастной отбеливающий крем должен быть. Но здесь, кстати, такая, ну вообще, туба. Он даже не продавливается, ничего. Здесь дозатор очень удобный. Но он очень-очень темный был. Здесь тоже есть SPF. SPF 45. Крем прям такой плотный. Это когда действительно нужно все перекрыть на лице, но в чистом виде. То есть, он у меня где-то почти год лежал. Потом я решила, что надо что-то делать. И я, наверное, вам сейчас покажу, с чем я смешивала. Это вот был как раз-таки мой спаситель от Focalure. В чистом виде этот крем я не могла использовать. Я на Алиэкспресс покупала. Это Skin Evolution. И здесь тоже есть SPF 15. Но как раз-таки в нем было дело, проблема, скажем так, в том, что в чистом виде он лежал какой-то маской на лице. И слишком-слишком выбеливал лицо. Хотя вот он, кажется, такой желтенький. По оттенку как раз коже подходит. Но на самом деле он был очень-очень выбеливающий. И я вот так вот вместе смогла их использовать. Я немножко добавляла вот этого тонального крема как раз-таки в Dr.Jart. И получалась такая классная комбинация. Ну, потому что я старалась использовать. Мне какие-то легкие кремы не подходят. Потому что мне есть что скрывать. Я постоянно борю с пигментными пятнами, которые то остаются, то вроде бы проходят. Но факт в том, что вместе они супер работали. И покрытие прям такое получалось. Ну, на самом деле плотное, но незаметное. Как маска на лице не выглядела. От Focalure Air Fluid. Он, кстати, тоже довольно-таки плотный. Здесь еще где-то половина осталась. Но я его выкидываю. Потому что я все-таки, даже больше половины, я поняла, что после него у меня высыпание. Прям очень сильно забивает он поры. Я сначала не могла этого понять. Потому что пользовалась разными кремами. Но когда я где-то, наверное, дней пять подряд использовала его, я поняла, что у меня прям забита кожа. Что у меня прям такие комедоны появились. И, к сожалению, да. По этой причине я с ним решила расстаться. И убрала его в пустые баночки. Хотя он неплохо перекрывал. Довольно-таки я не скажу, что он увлажняющий. У него, наоборот, такой довольно-таки матовый финиш. И по покрытию, по финишу он мне довольно-таки нравился. Он единственное, если были какие-то шелушения, он немножко в них проваливался. А так был неплох. Но все. Понятно, что высыпания мне не нужны. Я его выкидываю. От Faberlic. Кстати, очень неплохой крем, который мне понравился. Neo Serum Foundation. И единственное, наверное, выкинула упаковочку. И не помню, здесь в одном оттенке или нет. 6174 артикул. Здесь помпа. Тоже дозаторы. В прошлом тоже. Почти во всех них помпы-дозаторы. И мне нравилось, как поднималась вот эта помпа. И было видно, сколько его еще осталось. Сколько закончилось, соответственно. Крем средний по покрытию. Он не плотный, но и не слишком легкий. Я всегда его использовала вместе с консилером. Но такой неплохой оттеночек был. Он увлажняющий был, по сути. И в то же время, несмотря на то, что он увлажняющий, он не жирнился на коже. Как-то неплохо он сидел. Но единственное, не слишком долго. То есть порой, когда, допустим, у меня там 12-часовой рабочий день, то к вечеру я уже видела, как он исчезает на коже, особенно на крыльях носа. Но, в принципе, он неплох. Крем, который я в чистом виде тоже не смогла использовать. Я его смешивала с более жирными текстурами кремов. По-моему, с тем же Dr. Jar. Да, когда у меня фокалюр закончился, я стала использовать его, подмешивать. Это Maybelline. Матовая кожа. Невидимые поры для нормальной склонной к жирности кожи. 101 оттенок. И вот он как раз-таки был довольно-таки для меня светлый. Его минус заключался в том, что он у меня довольно-таки был виден на коже. И проваливался абсолютно во все складочки, морщиночки. Все, что не нужно, подчеркнул. Поэтому в чистом виде я его использовать не могла. И он как будто бы пересушивал кожу. Знаю, что очень многие его любят, но вот он мне как-то не зашел. Я бы его повторить, допустим, не хотела бы никогда. Потому что не зря я его не смогла использовать в чистом виде. Следующий крем. Это Luxe Visage. И это программа антистресса CC. Крем в 0.1 оттенке. Кстати, очень неплохой крем. Он чем-то похож на первый чок-чок от Faberlic. Единственное, несмотря на то, что я его брала в самом светлом оттенке, он тоже, ну вот даже, наверное, видно сейчас, он довольно-таки темный. И на коже он окислялся и становился еще темнее. Поэтому тоже периодически приходилось его с чем-то смешивать. И он довольно-таки плотный. Но единственное, вот несмотря на эту плотность, порой он не перекрывал то, что мне нужно было. То есть это очень сложно объяснить. Он неплохой. Но если, наверное, его наносить тоненьким слоем, а так он на коже жирноват. Так что не могу сказать, что я там прям в восторге от него и повторить мне его не хочется. И вот мы наконец-таки дошли до моего нынешнего любимчика. Это Эвелина Ликвид Контроль. У меня уже этот крем когда-то был несколько лет назад. И я, если честно, искала на повседневную основу какой-то крем недорогой, чтобы что-то, ну, можно было, да, сейчас купить, использовать. Но в то же время мне после вот всех вот этих жирных таких текстур и того, что у меня еще сейчас есть, мне хотелось чего-то матового. Потому что я поняла, что мне хочется немножко припудрить. И все, чтобы не было какого-то слоя на лице. И я решила вспомнить, в 0.15 у меня оттенки Light Vanilla. Решила вспомнить вот эту основу. Я купила. И если честно, здесь всем известная вот эта пипеточка. Я в восторге. И забегая вперед, я скажу, что я его сейчас купила повторно и использую. Мне его слишком, но много не хватает. Потому что я использую с помощью спонжика. Наношу макияж и тональную основу. И спонжик съедает немало основы. Но он действительно матирующий. В то же время он не подчеркивает никаких абсолютно на лице шелушений. У него средняя покрываемость. Да, нужен обязательно еще мне консилер. Но, тем не менее, он очень комфортно носится. И носится долго на лице. И даже к концу, к вечеру, да, он нормально выглядит на лице. Мне это безумно нравится. И я думаю, что в ближайшее время я буду пользоваться именно им. И не буду брать что-то другое. Ну, я, по крайней мере, сейчас так планирую. Консилеры. Вроде по тональным основам все. Консилеры. У меня из Project Pen, кстати, закончился консилер вот этот от Skin Food. И я очень любила этот консилер. Вообще, это от темных кругов под глазами. Он очень-очень жирненький. Но вот, ну все, я его полностью использовала. У него немножко неприятный такой лосевый какой-то аромат был. Но мне его реально нравилось немножко наносить на область под глазами. И на какие-то высыпания. И потом припудрить. Просто супер по покрываемости способность. Очень правильный оттенок. И очень-очень вот прям я его любила. Действительно нравился мне безумно. Давайте сейчас, я, кстати, в таком домашнем виде. Но я не планировала это. Честно, я вообще лежала, отдыхала. И решила, что нет, мне надо вот эти все свои пакетики отснять. И решила снять. Так. Первый у меня консилер, который закончился. Это, вернее, это уже второй. Это Maybelline Fit Me. Тоже, как и у меня, тональный крем был. Меня он не впечатлил. Знаю, что очень многие его любят. Но, честно, меня он не впечатлил. Он очень быстро закончился. Он особо ничего не перекрывает. Я вообще его функции для себя лично не поняла. Ни под глаза его наносить, ни на какие-то там высыпания. Ну вот, от слова совсем не поняла. Он слишком для меня какой-то легкий, что ли. Абсолютно мне он не понравился. Консилер от Evelyn. Было много положительных отзывов. Такой немножко сероватый камуфляж. Liquid Camouflage тоже. И было много положительных отзывов. Я решила взять здесь вот такой огромный спонжик. Он у меня безумно быстро закончился. Вот прям очень быстро. В 04-м у меня оттенки. Оттенок мне подходил. Все как бы вроде бы неплохо. Мне... Ну, честно, я сейчас просто вам покажу консилер, который мне реально понравился. Который я тоже повторила и планирую повторять. Поэтому этот меня не впечатлил. Да, вроде он как бы перекрывает что-то. Но под глазами он немножечко пересушивает. И поэтому никаких прям супер положительных у меня эмоций он не вызвал. Второй раз у меня... Это, кстати, вообще была какая-то еще рассылка тоже, по-моему, от Lilo. И у меня уже был вот этот консилер. Хайт Imperfections. И у меня... Что это за оттенок, не вижу сейчас. А, беша. И у меня... Вот что касается... Знаете, кому бы я могла порекомендовать вот этот консилер? Для молоденьких, наверное, совсем девочек. Либо кому чуть-чуть нужно как-то вот... Ну, вот мельчайшие какие-то недостатки. Под глазками, может быть, спрятать, чуть-чуть выровнять цвет. А так он довольно-таки жидкий и довольно-таки все-таки бестолковый. Да, я его использовала. Он неплохой, но для меня... То есть он не справлялся с теми именно функциями, которые необходимы были мне. И мой просто вот... Он покорил мое сердце. Реально. Это Evelyn Cosmetics. И это консилер T3. Из серии с чайным деревом. И у меня это оттеночек... Сейчас я найду, по-моему, 0,5-й, 0,10-й. И это антибактериальный вообще консилер. И у него... А самое обычное вообще... Он стоит рублей 150. Я его на Яндекс.Маркете уже... Вот сейчас заказала второй раз. Уже использую. И дальше планирую пользоваться им. Он делает все, что мне нужно. Он увлажняет кожу под глазами. Он не забивается в складки. Я могу нанести его на какие-то высыпания. И он неплохо их скрывает. У него вот действительно очень приятная такая консистенция. Он не слишком жидкий. Он не слишком жирный. И он хорошо... Ну вот как бы на лице он не виден. Он делает все, что мне нужно. Поэтому я его и повторяю. Ну и плюс мне нравится очень, конечно, его... Честно говоря, цена. У меня, естественно, есть прям любимчики-любимчики, которые когда-то были. Но это уже из совершенно другого... Из совершенно другой по цене категории идут. Ценовой категории. Так, двигаемся с вами дальше. Давайте теперь, наверное, поговорим про пудры. Первая пудра, которая у меня закончилась. Если честно, я думала, что мне ее хватит очень надолго. Но этого не случилось. Это Laura Mercier Translucent. Знаменитая пудра, когда-то прям нашумевшая. Здесь 29 грамм. Казалось бы, такая большая баночка. Но вы знаете, она... Я просто... Я тут ее расковыряла. Я все вытащила, все использовала. Мне она, в принципе, нравилась. Она очень легкая. Это чисто, вот знаете, такой закрепляющий вариант. И мне нравилось, как... Когда кожа у меня в некоторых местах жирнится. Когда появлялся вот этот вот блеск какой-то, то пудра как-то его сглаживала и превращала в такой красивый блеск. В сияние кожи, скажем так. Пудра неплохая. Ну, конечно, я сейчас такую не возьму, не закажу. Довольно-таки дорого. Тем более, я сейчас для себя снова открыла пудры. И я вам покажу. Одна из них есть у меня здесь. То, что вот реально мне подходит. И довольно-таки бюджетно. Следующая пудра. Это была в Project Pain Faberlico. Это вот такая вот пудра, которую можно наносить двумя способами. Влажным, сухим способом. Я наносила только сухим. И, ну, честно, она меня особо как бы не впечатлила. Она довольно-таки плотная. Она по оттенку для меня была белесой. И на лице она была видна. Мне она, в принципе, особо не понравилась. Но не настолько, скажем так, чтобы я вообще выкинула. Но, тем не менее, нет. Повторить. Конечно же, у меня желание ее не возникает. И я этого делать не буду. Следующая пудра. Это... Вернее, это у меня закончилась запаска. Но у меня, так как пудра сломана. И сейчас я, кстати, она у меня в сумочке лежит. Она в коллагена. Увлажняющая пудра. Пудра классная. Сама по себе. Реально. Ну, у меня вот здесь, как я уже сказала, здесь лежит именно запаска. Пудра классная. Но хочу предупредить, если вдруг вы не пользовались ей, что она плотная. Она, конечно, очень плотная. И если вот использовать только пудру, я думаю, классно будет, кто пользуется только пудрами без тональных основ. А... Потому что в ней и SPF есть довольно-таки высокий. И по оттенку она хороша. И как бы по стоимости здесь SPF 25. По стоимости она выходит выгодно, потому что продается пудра. И еще идет в комплекте всегда запаска. И она такая плотно прям спрессованная. Ее хватает надолго. Как бы все в ней хорошо. Но именно с той целью, что использую я для закрепления макияжа, все-таки она плотновата. Хотя я как бы и дальше пользуюсь. Но вот прям купить сейчас бы мне не хотелось ее, например, снова. Но, как говорится, да, вкусы меняются. Следующая пудра, которая вот прям вообще я ее обожала, девочки. Я ее настолько сильно любила. Это Wet n Wild. И, кстати, я не смотрела, может быть, где-то на Wildberries, на Озонах, там Яндекс.Маркете. Она и продается. Надо, кстати, пострейдить. Это Loose Setting Powder. И это прям вот фотофокус. Это прям офигенная реально пудра. Она настолько красиво смотрелась на лице. То есть я тоже закрепляла именно непосредственно ее макияж. Она с таким эффектом блюра и абсолютно невидимая. И в то же время вот этот блюр, ой, просто-просто моя любовь. Мелкодисперсная, классная. Очень сильно ее любила. И я сказала, что я для себя сейчас открыла снова пудры непосредственно тайские. Когда-то именно в Таиланде, в далеком уже, можно сказать, в 2018 году я с ними познакомилась. И мне нравятся они, в принципе, абсолютно все. Это у меня закончилась пудра, которая была такая розовая с эффектом сияния. Она, ну, по сути, то есть они продаются тоже на всех вот этих Вайлдберсах, Озонах, Яндекс.Маркетах и так далее. Можно найти от 300 до 400 рублей. И, девчонки, ну вот мне очень нравится. С той целью, что использую я для закрепления макияжа именно непосредственно на тональной основе. Мне очень-очень-очень нравится. Я пересыпаю в какую-то вот такую закончившуюся баночку и использую здесь большой объем. Нужно немножечко совершенно. Главное не переборщить, иначе будет виден цвет, если она белого, розового, синего. Они разных абсолютно цветов. Есть, конечно, и телесного. Но она хорошо именно закрепляет. И кожа потом у меня не жирнится, хорошо выглядит и стоит это недорого. И все в ней реально хорошо, не забивает поры. Я обожаю. У меня сейчас еще парочка осталась. И когда вот я все доиспользую, я планирую покупать именно вот эти пудры Паунс. Бронзер из Project Pen, кстати, от Elf у меня закончился. Ну, долго я не хочу останавливаться на нем. Я думаю, что на iHerb мало у кого из России есть сейчас доступа. Я брала именно там. Очень красивый, кстати, был бронзер. Я вам о нем рассказывала. У меня был он в оттенке OM. Очень такой красивый цвет был. Так классно смотрелся на лице. Я его прям действительно любила. И сейчас я, наверное, немножечко... Ну, или буду дотягиваться. Сейчас вот так вот сделаю. Секундочку. Чтобы мне было удобненько вам все показывать, что еще не показало. Просто к себе придвину. У меня микрофон стоит с другой стороны. Итак, давайте поговорим про глаза. Ну, теней у меня здесь нет, кстати, закончившихся. Но база под тени от Smashbox. И, вы знаете, я помню, когда я ее покупала, я еще думала брать, не брать. На iHerb, как сейчас помню, заказывала. Она стоит не дешево. Она хорошая. На ней действительно и тени лучше проявляются, и дольше держатся, и ничего не скатывается. Все как бы хорошо. Но я вам скажу честно, я нашла для себя сейчас... Вернее, вновь открыла от Art Deco. Когда-то лет, наверное, 12 назад я ее впервые попробовала. И сейчас вот второй раз уже беру. Вот сейчас буквально вот-вот на днях закончится у меня. И стоит гораздо дешевле. То есть, если та около 400 рублей Smashbox, сейчас я даже не знаю, сколько стоит, но за тысячу явно. Как бы ничего абсолютно для меня особенного нет. И желания, знаете, я не страдаю, что сейчас я ее снова там не куплю. Далее. Моя любовь. Просто, девочки, очень рекомендую. Если вы хотите красивые реснички, это использовать праймеры. Обожаю вот этот праймер от Evelyn SOS Lash Booster. И их праймеры, которые такой бело-зеленые упаковочки. Но вот этот лучше. Этот гораздо лучше. Это прям крутой реально праймер. Во-первых, ресницы. Ну, так скажем, дополнительный уход. Я помню, как мне восстановить ресницы без всяких каких-то дорогих там сывороток средств. После того, как я сняла нарощенные, помогли именно вот такие вот праймеры. Здесь удобная щеточка. Это все наверняка знают. Белесый такой сам по себе праймер. Ты наносишь и потом тушь. И тушь, она и лучше ложится. И более объемные ресницы. И более густыми они кажутся. И более длинными. Все супер. Моя любимая тушь, которую я много лет назад для себя открыла. И на постоянке использую ее. Я тушь меняю где-то каждые три месяца. Кстати, здесь еще четвертая должна быть. А, вон она. Ну, ладно, я не взяла. Четыре у меня закончилось таких тушек. Это белорусская косметика. Это люкс визаж. XXL. Именно вот с такими красными надписями. Девочки, очень рекомендую. Здесь силиконовая бесподобная кисточка. Я вообще раньше когда-то силиконовые не воспринимала, не понимала. Но она реально удлиняет. Она дает объем. Хотя она удлиняющая. Но она делает все. Она не осыпается. Она не комками не наносится. Ее можно наслаивать. Вот если чем более вы хотите, чтобы ресницы объемнее смотрелись. То есть можно с ней делать абсолютно все. Но самое реально главное, что она весь день держится. Она не осыпается. И все с ней просто супер. Я ее обожаю. Люблю всей душой. И вам могу порекомендовать. Потом смотрю, что у меня... А, кстати, я пропустила один из консилеров. Сейчас увидела. Консилер у меня от Фаберлик завалялся. Ну, кстати, тоже такой обычненький консилер. Ничего в нем суперского не было. Поэтому нормальный обычный консилер. Увлажняющий. Но сказать, чтобы он там что-то перекрывал. Прям как-то. Хотя он вообще корректором называется. С выравнивающим эффектом. Но он довольно-таки темный. Даже в самом светлом оттенке. Поэтому каких-то вау там у меня эмоций от него абсолютно нет. Я для бровей, наверное, сейчас покажу, что я выбрасываю. Долго у меня лежало. Я все думала буду использовать. Ну, это я брала на Алиэкспресс. И были такие, как тату. В общем, что-то по типу на Benefit. Когда-то мой любимый гель для бровей цветной. Ну, честно, полная вот эта ерунда вообще. И также, я не знаю просто, что делать. Вот с этим Belor Design Brow Maker. Ну, поэтому решила выбросить. Объясню, почему это цветной гель. Вот он у меня уже лежит года 3-4, чтобы не соврать. Он до сих пор просто обалдеть. Какой, ну, вот полный, то есть полный тюбик. Он очень жидкий. Он не наносится красиво. Это нужно брать кисточку. На кисточку наносить. Знаете, как если хочется прокрасить волоски. Ну, а если вот просто сразу на волоски, то это все вокруг замазано. Очень некрасиво смотрится. И цвет такой прям яркий, насыщенный. Ну, некрасиво. Поэтому я решила, зачем это будет у меня лежать. Если я этим не пользуюсь, я выбрасываю. И также для бровей еще у меня, то, что я повторяю сейчас постоянно, это тоже люкс-визаж. И мне нравится этот гель для бровей. Гель для бровей суперфиксация. Он действительно хорошо держит. Ну, он, соответственно, такого цвета, потому что сначала у меня он прозрачный. Потому что сначала я наношу карандаш или что-то. И он не осыпается. Он не чувствуется на бровях. Он не блестит. То есть он как бы нормально справляется со своей задачей. Делает, что должен делать. Карандаши для бровей от Эльф у меня вот такие были. В двух разных оттенках. Неплохие карандашики. И, ну, они у меня полностью закончились. Единственное, они такие были толстенькие. Но хорошо весь день держались. Также есть щеточка. И, как бы, мне они нравились. Отлично прокрашивались. Не мягкие, не жесткие. Как бы все было как надо. Карандаши очень вот эти я всегда любила от Essence. У меня был целый набор всех цветов. Long Lasting. Классные карандаши. Особенно вот в этом бирюзовом оттенке. Я хочу себе какой-то карандаш тоже взять бирюзовым. Такие на слизистую наносила. Довольно такие мягкие. Но и в то же время они неплохо держались. Действительно ноские были. Карандаш от L'Oreal. У меня просто полностью из Project Pen закончился. Я даже сейчас не скажу, как он называется. Потом из Project Pen выбрасываю от Physicians Formula вот этот уже карандаш. Ну, потому что, ну, все. Уже ему много лет. И как бы не вижу смысла его держать. Очень любила от, нет, к сожалению, уже у Faberlic вот этих вот блесков Lolli Lips для губ. Они классные. Кстати, вот этот не очень в розовом таком оттенке. А другие они такие прям кремовые, обалденные. Я быстро так тараторю, потому что сейчас у меня выключится камера. Карандаш любимый от Shiseido был. Просто обожала для губ. В таком красивом оттенке. Вот если кому интересно, я надеюсь, что сейчас видно. Это очень красивый нюдовый был карандашик у меня. Но его уже, к сожалению, я поточить даже не могу. Он тоже из Project Pen. Ну, все, ему уже и кисточка с другой стороны. Очень такой он кремово-восковый. Держался долго на кубах. Комфортно. Все было супер. Мои любимые помады. Целое видео есть на канале. Faberlic Stay True. Матовые помады. И это самый обалденный оттенок. Просто, просто. У меня все подружки его заказывали. 4461 артикул. Девочки, матовая помада, которая комфортная. Которая держится безумно долго на губах. И вообще, вот просто посмотрите видео на канале. Это самая классная, наверное, помада. И вот такой вот блеск. Два у меня, кстати, таких блеска. От L'Oreal. Кремовый. Ну, просто брала, знаете, чтобы вместо единички увлажнять губы. Неплохой, кстати. Ну, вот и все. Все отсняла. Все вам рассказала. Надеюсь, что вам было интересно. Прошу прощения, если где-то что-то я не так сказала. Или не так что-то видно. Но мне хотелось снять это видео. Люблю, целую вас. Берегите себя и своих близких. Ну, и увидимся потом когда-нибудь. Ладно, не буду так говорить. Увидимся, конечно же. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok